о доброе утро всем ребята я рад вас видеть точнее вы надо меня видеть я вас конечно не вижу но все равно мне приятно доброе утро так я сейчас после работы прямо сразу выхожу с вами на связь и рассказать вам что же я делаю еду я с бумажками сейчас в ту клинику где меня будут оперировать через неделю да уже даже меньше чем через неделю отдам результаты анализов а я же наверное не рассказал я не помню да мы сдавали анализы там не ездили в общем анализы у меня в полном порядке сказали что можно в космос отправлять вот так что поеду отдам анализы кардиограмму свою там все дела чтобы хирург и знал что я в полном здравии и меня можно резать так скажем вообще даже не знаю как будет проходить моя операция блин будут ли меня там реально резать или там какими-то другими методами будут оперировать вообще вот я чуть как не в курсе я знаю там можно как какими-то проколами там делают еще что-то я без понятия единственное я знаю что минимум три недели я буду на больничном минимум три а может даже четыре но там как врач скажу вот а в принципе я на самом деле вот сколько работа на последней работе сейчас скажу пять пять лет будет летом я работаю на своей крайней работе и вы знаете я никогда не болел за пять лет ну блин вот сейчас где бы дерево найти за пять лет я не уходил на больничный именно по именно по вот таким знаете как типа грипп там простуда еще что-то вот и не то что я там типа больной работала на самом деле как-то нормально все с иммунитетом слава богу пока вот спорт наверное дает свое какой-то образ жизни вот а единственно вот мои больничные то вот вот этот больничный тоже 2 больничный на работе из-за из-за операции первая была на нос я вам рассказывал все это вот уже вторая вот ценила бы начальство таких работников да чё-то мне кажется не очень-то они ценят знаете когда когда они привыкают к этому им кажется норма нормально что ты что-то не болеешь все нормально там премию кинут конце года там несколько сотен евро ну спасибо александр александр херначит по ночам хреначек работает да надо нам что-то менять надо нам все-таки знаете как я вот работал раньше на грузовиках на больших фурах здесь в городе вот каждый наверное второй месяц или третий я уходил на больничный да вот так чуть-чуть прихворяешь себя плохо чувствуешь а то и как бы не очень плохо о чем чувака автобус не сбил видели он вот блин под приехали люди вот сейчас стоит а сейчас боится переходить пошел таким важным видом ну вот приехал ты своей чурбадии но ну неужели тебя не научили что красный это нельзя зеленый можно может быть надо все таки когда они приезжают в германию с этого начинать каких-то общих правил были передвижения потому что наверно там откуда не приехали видимо правила здесь не работают сколько я был там в египте да и в каких-то в африканских странах я видел что там вообще ничего не работает там все едут как хотят ходят где хотят и у них какие-то свои правила в голове вот они с этим приезжают сюда и здесь пытаются жить также привозят свою модель поведения сюда но тоже не годится вот мне кажется нужно начинать с того что их нужно сначала просто научить это знаете как вот не хочу оскорбить как детей просто вот с нуля просто а это а б это б вот это пешеходный переход вот это вот бордюрчик вот это велосипедная дорожка а потом таких сбивают и чё вот его чуть-чуть автобус не сбил автобус не может остановиться моментально он просто выскочил перед автобусом и все ладно что я вам там рассказывал а про больничный да что я раньше каждый третий месяц уходил на больничный устраивался такой мини-отпуск знаете такой как перезагрузка неплохо на самом деле так недельку перейти в себя а вот здесь вот перестал это делать последних пять лет работаю без больников так что сейчас у меня будет три недели если можно назвать отдыха ладно такой вот наша уточка ребят я раз ворот вас видеть болеем короче сейчас одна бумажки всей поеду домой то еще спит кстати кстати черный спит дети школу ушли она спит реально звонил она спит очень вопрос блин еле парканулся еле нашел место все занято вот я встал а идти мне аж вот туда до конца той дальней улице по сути нужно отдать только бумагу блин но без вариантов все занять такая вот проблема когда живешь более или менее большом городе вечная проблема с парковкой хотел вам кое-что показать сейчас и спросить практикуется ли такое в россии и допустим там не знаю еще странах снг можно ли так сделать вот допустим вы живете вот в этом доме и вам нужно переезжать ну вот все занято как устроить переезд и вообще как подогнать сюда машину и вот для этого можно у нас германии бронировать номера запрещающие остановку и стоянку с определенного времени вот как сегодня до сегодняшнего по 9 как бы здесь парковаться нельзя и по идее место должно остаться свободным это на официальном уровне но какой-то дурачок парканулся конечно здесь не за может тот кто будет переезжать ну по факту нельзя и вот мне интересно такое практикуется в россии или на украине где-нибудь можно ли так заказывать свободное место хотя мне кажется даже если закажешь сырок-то и вы встанет блин и хрен-то переедешь нормально так ну что ж отдал эти бумажки посмотрели они мы анализы сказали все окей сказали все окей сейчас за день до операции не нужно будет им позвонить подтвердить что я не болею не простужен вот и все как бы вся песня и 12 под нож как-то так теперь поехали домой посмотрим что там дома происходит утро доброе привет ну что какие новости я звоню тебе думаю почему ты спишь здесь утра что с милашкой случилось почему ты садик не пошла что случилось ты отошнила ночью сильно слушай у нас тимурку тошнило буквально на днях сейчас миланку какое-то подозрение наверное на какой-то грипп не а теперь получается что и милана тоже значит все-таки тимур со школы принес какой-то может ротавирус или что-то типа того на самом деле будем надеяться чтобы это закончится потому что у нас скоро будут гости и очень хотелось бы подставить но вообще-то ротавирус тоже есть потому что обычно если кто-то приносит то болеют все но как-то мы обычно быстрее друг за другом начинаем а тут прям с такими паузами пару дней тишина была потом милана с другой стороны тоже конфет много после карнавала наелась может быть будем лучше на это ссылаться надеюсь что так у нас сегодня будут оладьи из цукини оладьи из цукини что просто у нас цукини лежат лежат надо же их съесть где-то такое видел уже уже недели летом саша это как картофельные блины только из цукини кушать это будем только мы с тобой что касается ротавируса на самом деле мы но это так называемый по-немецки маген даром грипп наверное да его называют мы мы с ним не были знакомы до тех пор пока они приехали в германию не один раз было артема в латвии ротавируса да ладно маленький но лично я не был знаком не знаю когда я была тимура мне кажется беременна помнишь не знаю я помню что я первый раз его испытал именно здесь в германии потому что блин так тошнило блин у нас наверное один раз было за все время здесь у нас ну каждый год стабильно и я еще недавно удивляла что вроде в прошлом году нас как-то пронесло потому что если дети ходят в садик или в школу особенно маленькие дети да ну то практически нереально избежать этого ну здесь это стандартная процедура здесь да здесь каждый год все болеют и в садике если один принес то все до свидания вся группа болеет по-любому а потом все родители и бабушки и дедушки кто-то попал под раздачу меня проносила раньше потому что я дальнобой ездил и когда таня болела с детьми дома саша где-то ездил доработал а как-то я попадал на раза два я попадал дома тоже тоже мне было хреново ты ничего не можешь сделать настолько хреново что тебя просто рвет у тебя блин там мы не будем подробностях да он ты не можешь грубо говоря сточка слезть так называют диареи это все дело так что да такая жесть и это вот в европе какая-то напасть прям не знаю как во всей в или европе может в голландии и англии где-нибудь там по-другому во франции но здесь вообще жопа просто с этим каждый год ну что будет вкусно полезно и что ты во сколько вставала ночью сегодня во первых я начала утюжить из недоутюжила и даже голову не пошла мыть потому что в одиннадцатом часу у миланы такие извините для подробностей фонтаны там были на все подряд да я перестелала потом прошло полтора часа я уже пошла спать а потом побежала опять перестелала потому что пару раз бегло и тазики меняла как-то так все древнюю чеку знаешь лежишь двери все оставила открытые на всякий случай чтоб мало ли не услышал ну вот я потом уже к утру она нормально заснула я тоже но уже вставать надо было тимуру в школу Артем сам собрался ладно будем надеяться что это на этом и остановится но хотя если это вирус то вряд ли посмотрим кто следующий но будет хреново если если меня проберет этим вирусом то я не смогу на операцию пойти надо мыть руки еще называют эту болезнь болезнь грязных рук да и как ее называют дети в садике там друг с другом играют есть другая мне кажется когда у них прыщики вокруг рта появляются это рука нога что-то там рот инфекция но они же в садике играют да с одним игрушкой будет видно ну что ж пока таня ничем не занимается я готовлю что такое колдун и татья оладьи готовлю оладьи и стукини готовлю нормально все у меня не контролирую мужчину видишь он все видит вот так что я буду сейчас обедать то завтракать уйду на небольшую паузу и увидимся с вами через несколько секунд что ты без лужа делала татьяна такого еще поискать а молодец какой молодец молодец соленый огурец отверсти мурку на русский они меня до последнего не будила дала выспаться сколько было возможно я вскочил в последний момент даже ничего не покушал быстренько схватил тимура и повез ну что ж как всегда пока он на русском языке я поеду позонируюсь что полтора часа не терять просто впустую так как я выскочил сейчас последний момент у меня вот здесь набор юного спортсмена шейкер который я сделал прямо в машине потому что шейкер лежал в машине взял с собой молока что тут наушники короче все в кучу быстренько скинул скинул здесь на месте намешал но если не успел покушать приходится да обычно я протеином только завтракаю с утра потому что утром лень готовит завтрак я как бы сделаю беру с собой вот в такие моменты тоже у меня спасает да хочется здесь же всегда поспать до последнего всегда оттягиваешь оттягиваешь даже с утра встаешь последнюю минуту какая-то уже готовка уже не до этого что утром лень готовит Да, кстати, вы спрашивали меня по поводу царапин, да, я же рассказывал там в инстаграме, да, что я еще их не сделал, но сегодня я зашел к своему соседу и напомнил ему еще раз о себе, я говорю, чувак, ты, говорю, там хорошая погода будет, будем делать, у нас полфевраля была хорошая погода, я говорю, ты даже не позвонил мне, он, чувак, все нормально, короче, давай, говорит, как он мне сказал, в понедельник, в полпятого мы встречаемся с ним в гараже и едем к мастерам отдавать машину на ремонт, не знаю до конца, как это будет выглядеть, сколько времени займет, что он там себе представляет, но сказал, что вот в понедельник, в полпятого, так что, блин, как эти двери стучат, так что посмотрим. Ну что, какие тут дела дома? Какие, никакие, в магазин хотели, я подумала, что, наверное, не смогут. Что, девчуля, лучше тебе не стало? Что, да, 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 надо тебя пожалеть, да, иначе ты же не успокоишься. Стало лучше. Стало лучше? Ну, я лекарства предлагаю, она не хочет пить. Не хочешь лекарства пить? Ну, пусть она болеется, не хочет. Надо купить этот, помнишь, докторка советовала Несте? Хотела она тоже не пить. Этот, чай? Да. Я знаю, что там еще у нас? Артем пришел со школы. Артем пришел? Ну и? Ну, пойди, посмотри, тоже разбитый. Тошнит тоже? Ну, он говорит, сейчас вытошнит, но еще не тошнило. О, привет. Не тошнило? Да. Короче, попали мы все. Как себя чувствуешь, плохо? Кушать не хочется? А как ты школу сегодня перенес? Хорошо, на последнем уроке, салфуху. Только на последнем? Да. Ладно. Лежи. Мама дала лекарства куриц? Уроки. Ну, что, поспи пока. Я дверь закрою, тебе не мешать. Забрали с собой Миланочку и уехали из дома буквально на минуту, на 20, полчаса. Неправда. Пока туда-пока обратно получится больше. Сколько? Сколько? Сколько получится? Еще Валди за скотчем. Ну, какая разница, 35 или 30 минут? Вот реально. А час? Нет. Нам с Сашей жутко захотелось икорочки красной. Не нам, Саша, а тебе захотелось. Тебе тоже? Нет. Ты из меня едешь? Конечно. Правда? Ты же три дня назад спросила, а хочу икорки. Да, и вчера хотела. И сегодня уже тоже хотела, но уже молчала. Саша говорит, ну хочешь, давай съездим. А я подумала, ты тоже захотела. Нет, я захотел икорки, но первое ты захотела. Я первое. Три дня назад ты мне сказала, хочу икры. Но я подумал, что, ну что, можешь правда съездить за икрой. Едем за икрой в русский магазин. Не знаю, так повелось, что покупаем икру в русском магазине. А икра продается в других магазинах? Красная, немецких. Ну, я думаю, что какая-то есть. Я чуть как-то не обращал внимания сейчас. Покупаем всегда в русском магазине. Правда, немножко лотерея там, как повезет с икрой хорошей. Да, она будет. Ну, если она будет плохая, мы, конечно, ее вернем назад. Вот. Кстати, тут на днях вспомнили. Сегодня сейчас вспоминали, что вот. А не было ли нам плохо, еще что-то. А мы вспомнили, что Тане на днях было реально тоже плохо. Подташнивало. Как плохо, у тебя у меня тут стояло, как подташнивает, мутит что-то. Ну, не тошнило, но подташнивало. Так что-то было такое состояние непонятно. Я еще думал, может, беременна. Я говорю, о, четвертый, наверное, будет. А, шутник ли у меня? Чего я шутник? Я не шутил? В общем, нет. Видно, это вирус. Что ты сказала, ветра вирус? Видно, это вирус. Ветра вирус. Да, надуло. Надуло. Я не против. Я так готов и шесть детей. Да, конечно, что-то. О чем? Ну, да, о чем мне? Мне же работать, пахать, кормить. Ну, что мне? Все, давай. Такое ощущение, что я сделал, забыл. Езжаем за икорочкой. Меньше лишних слов. Почему бы и нет? Хочешь еще что-то взять? Есть экранный разъезд. Значит, наверное, не стоит, да? Не хочешь колбаски? Пошли. Хочешь и капли. Не знаю. Хочешь, не шок. Не знаю, что это. Салат какой-то. Рыбные консервы. Из морской капусты. Не хочешь пробовать? Ты же любишь морскую капусту. Я не всякую. Пельмени будешь брать? Да, давай. Какие? Лахманские. Имперские возьмем, Тань? А? Имперские. Давай. Сколько? Пачку. Одну? Да. Ну, какую возьмем? Большую брать мне нет смысла, она испортится. Думаешь? Серьезно, ты успеешь съесть? Да, вот это вот. Или такое же другое? Хочешь переездить, ты съешь реально? Это какая-то новая, да? За 35 евро сколько здесь? Ты съешь такую большую банку? Ну, вот такая за 25, вроде. Вот это? А? Хозяин! Кто-нибудь там откроет икорочку? Вот эту зелененькую, наверное. Мы еще не видели у вас его, кстати. Это от Сарин Дом. Что, новенькая? Ну. Как она? Не знаю, я не пробовал. А кто-то пробовал, никто не говорил ничего. Ну, берут, возврата ни одной не было. Хорошо, попробуем. Молодец. Chan. Горы. Не забывай. Берут. Доста. Распределяем. 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 Фу, это водка, что ли? Что мы купили в магазине? Купили мы яйца. Так, девчонки спрашивали тебя, что ты называла цены. У меня там чё, где-то есть. Вот здесь. Я не помню. Я думаю, что я всё запоминаю. Специально для вас, девчонки, всё по списку. Так. Шуршащие пакеты, название цен, короче, ловите. Колбаска, евро-19 с салями. Евро-19, колбаска с салями. Вот такая вот колбаска. А, кстати, я купила новый диск. Новый диск. Это что? Он же любит слушать. Какие-то сказки, да? Да. Немецкие. Хорошо, дальше. Так, помидорки черри. Помидорки черри. Евро-85. Евро-85. Я даже дублирую всё, что Таня говорит. Я говорю очень тихо. Такая колбаска. Такая колбаска. О, блин. Евро-29. Такая колбаска, евро-29. Хэншин мортаделло. Куриная. Багет. 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 69 центов. Будет тёпленький ещё, кстати, да? Ну так себе. Ну, был немножко. Лук-порей. Лук-порей. 69 центов. 69 центов. Лимончик для Сашеньки. Лимончик Саша ест лимончик. Билл, поэтому 49. Других не было. 50 центов такой лимончик один. Вот видите, как у нас дорого лимончик стоит. И вот эти. Брокколи. Брокколи, да. И брокколи стоили. Брокколи стоили. Эти страшненькие такие, конечно. С гусеницами, Тань. Надеюсь, нет. Короче, эти евро-03 мне обошлись. А всё остальное мы в русском покупали. Ну, а что мы в русском? Давай расскажем, какие цены в русском. Пельмени тают, кстати. Пельмени. 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 Пельмени лакманские. Так, пельмени лакманские. 6,99. Угу, 7 евро пачки сейчас у них стоят. 6,99. Начинка 60%. Чего? Вареники. 3,79. Вареники в два раза дешевле пельменей. Вареники с картошкой. Бергер какой-то. Сметана литовская. Сметана литовская. 1,99 евро. 2 евро. Охренеть, надо было ехать в этот как ю. Кауфланд. Кауфланд. 2 евро пачка сметаны. Вообще охренеть. Ну, была и какая-то другая, но я просто взяла знакомую. Народ, как жить? Что это? Я срок годности здесь не посмотрела. Здесь рогонные. Таня обожает. Там, наверное, цена у нее есть, 1,59 евро. Где? Где цена? А, вот, да. И икорочка. И икорочка. Как вы уже, наверное, видели. Икра. Икра горбуша лососевая, зернистая. 25 евро. Забыла купить стиральный порошок. 400 грамм, кстати. Китайец забыл купить парашор. Да. И завтра мне идти надо с земелькой в Алде, потому что завтра там будет акция, как я уже, наверное, говорила. Чтобы пересадить мое добро. Ну, я не знаю, оно, по-моему, уже загибается. Добро будешь сегодня показывать? Иди покажи. Ну, пожалуйста. Ужас, так я не понимаю, Тимурка, а ты вертолетику, случайно, взять не покорчивал мне ничего? Нет. Нет? В общем, все. Я так понимаю, что не все я уже пересажу из-за этого. Конец уже им. Ну, вон, они валятся. А у меня земли нет. Да, они просто длинные. Конечно, они валятся. Пил, пил, видишь? Ну, вот. Теперь уже не знаю, где я, где ты. Я знаю, где ты. Вот это ты. А это я, потому что у меня листик с сердечком, видишь? А я где? А ты, я не знаю. Вот это, наверное, который паник. Слушай, они корни уже обламываются. Пересаживай сегодня, Таня. Так мне некуда. Я хотела сегодня. А ты же стаканчик купил, а земли нет. Ну, так что ты делаешь? Сходи, накопай в огороде. Спасибо. Короче, вот это вот помидорки сейчас так выглядят. На них пока ничего не выросло. Но это пока. И даже перчики прорываются. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Блин, во столько у нас, короче, перчиков. Короче, чувствую, я тут будет что-то. Дорогие ребята, вот она наша радость вечерняя сегодня. И корочка. Ты довольна, Танюша? Да. Вкусненько? Нормально. Оно вкусненько, но знаете, зернышки такие вот, они... Мне нравится, когда они вот так прям вот отдельно одно от другого. Здесь нет случаев. Поэтому я такую икру бы второй раз уже не брал. Я бы тоже, но на вкус нормальная. Ну, хочется, чтобы были зернышки такие, да? Более-менее отдельно друг от друга. Ну, что ж, вот попьем чаек, покушаем бутики и я пойду отдыхать. Завтра на работу. Что за звук? Что за звук? О, это поезд едет. А, точно. Точно. Я забыла, что мы в железке живем. Просто у нас редко бывает настолько тихо, что слышно поезд. А сейчас дети легли спать. И, о боже, поезд. Все, ладненько, всем спокойной ночи. Увидимся. Какие-то планы на завтра? Кто в школу идет, кто не идет. По ситуации. Да. Все, пока всем. Всем пока. Пока, давай. Приятного аппетита. Ням-ням-ням. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ребята, экстренное включение. Просто, блин, мы в шоке с Таней. Прикиньте, мы сейчас обсуждали икру. И Таня ничего не искала в интернете нигде. И смотрите, какая реклама моя выстрелила на телефон. Реклама про икру. Ну, в Германии. Ну, в Германии. Офигеть. Вы представляете, нас прослушивают. Реально. Мы реально не вбивали. Это просто на слух. Мы с Таней обсудили, что можно было бы икру взять, какую-то там другую. И про эту фирму нам сказали. Просто вслух, понимаете. Мы сидели на кухне и обсуждали. И тут же Таня выстрелила рекламу про икру Лэнберг. Друзья, надо думать, что говорите. Блин, нас слушают. Все. Еще раз всем пока. Я просто в шоке. Офигеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова